Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике остается напряженной. У нас за последние сутки, за воскресенье, выявлено 169 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом в городе Якутске зарегистрировано 100 случаев. 6 случаев зарегистрировано в Сунтарском улусе, по 5 случаев зарегистрировано в Мегино-Кангаласском и Нюрбинском улусе. Обращаю внимание на случаев зарегистрировано в Сунтарском и Нюрбинском улусе. Необходимо обратить внимание на то, что они относятся к групповым заболеваниям, которые сложились в отдельных населенных пунктах. Соответственно, сегодня как Сунтарским оперативным штабом, так и Нюрбинским оперативным штабом будут приниматься решения об ограничении соответствующих посещений детей школ и детских садов. В связи с этим прошу обращать внимание на те решения, которые примут соответствующие оперативные штабы. По 4 случая зарегистрировано в Алданском, Мегинском и Нюрбинском районах. И если сегодня среди этих районов, в которых зарегистрировано 4 базовых случая, необходимо выделить Амгинский район, в котором происходит увеличение количества заболевших в достаточно длительный период времени. И, соответственно, особое внимание для Амгинского района должно быть обращено как жителей, так и работой системы органов местного самоуправления. По 3 случая зарегистрировано в Вилюйском, Мирненском и Намском районе. Необходимо обратить внимание на то, что в Вилюйском и Намском районе уже само заболевание идет на снижение. Но это не означает, что можно, соответственно, ослаблять те или иные меры. По 2 случая зарегистрировано в Алайховском, Булунском, Верхневилюйском, Верхнеколымском, Верхоянском, Кобяйском, Ленском, Среднеколымском, Мусялданском, Усьмайском, Хангаласском и Чурабчинском. Необходимо обратить внимание на осложнившуюся ситуацию, которая идет непосредственно на увеличение в Хангаласском улусе. Хангаласский улус является соседним с городом Якутском. Соответственно, достаточно большое количество непосредственно, значит, у нас есть там и заболевших, соответственно, они и находятся в сложных, в том числе и в территориальных условиях, с точки зрения того, что появились случаи именно в отдаленных населенных пунктах Ангаласского улуса. По одному случаю сегодня идет фиксация в Усьянском, Аймеконском, Жиганском, Горном, Оленевском, Абыйском и Эйвен-Абытантайском улусах. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, вы знаете, что сейчас у нас начинается сезон охоты. И, соответственно, значит, еще раз обращаем внимание на рекомендацию Министерства охраны природы республики Саха-Якутия, по которому рекомендовано, соответственно, посещать улусы лицам, выезжающим на соответствующий промысел после вакцинации в целях того, чтобы не допускать уже ситуации, которые были характерны для республики в прошлый эпидемиологический подъем. За сутки нашими лабораториями проведено 3109 исследований. Вообще, в целом, всего обработано с начала пандемии лабораториями Республики и лабораториями Роспотребнадзора 1 426 923 теста. Необходимо обратить внимание, что те больные, тяжелые, которые находятся у нас на больничных койках наших республиканских больниц, больниц центральных районных, вас большинство с тяжелыми случаями больных, относятся к категории невакцинированных. Сегодня необходимо обратить внимание на то, что все центральные районные больницы республики, во всех центральных районных республиках есть больницах, есть соответствующий коечный фонд, есть лекарственный фонд. Поэтому непосредственно, значит, у нас сегодня упор делается на лечение, прежде всего, на местах. В целом, первую вакцину на территории республики получило 342 668 человек. Из них лиц старшего поколения 64 349. Ревакцинировано 8 863 гражданина. Всего у нас сейчас использовано 71,4% от общего объема вакцины, поступившей в республику. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, на настоящий момент ситуация, которая складывается у нас с больными, она прежде всего связана с тяжелыми случаями, которые имеются у невакцинированных граждан. Поэтому мы призываем всех прийти на вакцинацию для того, чтобы облегчить как состояние собственного здоровья, так и труд наших медицинских учреждений здравоохранения. В связи с этим обращаем ваше внимание на то, что во всех центральных районных больницах в городе Якутске работают пункты вакцинации. Приглашаем вас на пункты вакцинации. И прежде всего, защищая себя, вы защищаете и всю семью в целом.